Псалом 22 Псалом 22 Псалом 22 Псалом 22 Псалом 22 Выражает вот такую вот глубину Насколько он верил Господу и доверялся Говорит в девятом стишке Спокойно ложусь я и сплю Ибо Ты, Господи, един даешь мне Жить в безопасности Дорогие мои братья и сестры Вот насколько мы сегодня Довираем нашего Господу Насколько мы сегодня Живем с нашим Господом Можем ли мы так уверенно и твердо сказать, что спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности? Где бы мы ни были, куда бы ни направлялись, в дорогах наших, на работах наших, доверяемся ли мы Господу и уверены в том, что Он дает нам жить в безопасности? Аллилуйя нашему Господу! Или, может быть, в жизни нашей появляются сомнения, или, может быть, мы что-то не доверяем, но Давид в своей жизни говорит, Господь, пастыр мой, говорит, я ни в чем не буду нуждаться. Да, мы знаем, что были трудности, переживания, но надежда была на Господа, и он доверял, он спокойно жил, он не переживал, знал, что око Господне над ним, и что Господь его оберегает, и он живет в безопасности. И если где-то что-то случалось, допускались проблемы, мы должны верить тому, что это от руки Господа. Этим Господь что-то говорит к нам, Он что-то стучит, Он стучит в наше сердце, дает нам еще поразмышлять, но главное, чтобы вера и надежда было на нашего Господа, чтобы мы с уверенностью, где бы ни находились, знали, что ограда защита Господня, око Господне над нами. Апостол Петр Во втором своем послании Он как бы говорит к нам, к нам, язычникам, которые получили благодать через нашего Господа, через смерть Иисуса Христа, Господь открылся нам. И Он говорит в втором послании, в первой главе, «Благодать и мир вам да умножиться в познании Бога и Христа, Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похонью». Дорогие друзья мои, братья и сестры, Слово Божие говорит, что нам, как от божественной силы, нам, познавшей Иисуса Христа, даровано все потребное в жизни и благочестии. Именно уже здесь, на этой земле, Господь нам все дал, все потребное в этой жизни. Все дал, только чтобы нам уразуметь, что это милость и любовь нашего Господа. Говорит, через познание, познали Иисуса Христа как личного спасителя и получили от Него и должны взять это с верой. Говорит, «Великими драгоценными обетованиями даны, дабы вы через них что делались предчастниками Божьего естества и удалились от господствующего в мире растления похотью. Оставили это все греховное. Мы сегодня знаем, как враг восстает на душу человека, чтобы погубить. В этом мире греха и беззакония сколько искушений». Но Господь говорит, «Вы, познавши и укусивши силу Господню, должны удалиться от господствующего в мире растления похотью». Что нужно для этого? Какие усилия? И Слово Божие говорит в этом же послании пятым стишком в первой главе, «То вы, предлагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности и воздержание, воздержание терпения в терпении благочестия, в благочестии и братолюбии, в братолюбии и любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого? Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не притнете. Ибо так откроется вам свободный ход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Вот такое обетование, вот такое обращение и такой совет апостол Павел говорит для нас, что нужно, чтобы открылся свободный вход в Царствие Божие. Прилагать старания, прилагать усилия, чтобы нам иметь эти богатства Царствия Божьего. Воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. И еще можно много перечислять, какие качества должны быть у нас, чтобы нам, чтобы вот это все умножалось и мы имели успех Господе нашим Иисусе Христе. Тогда откроется свободный вход в Царствие Божье. Братья и сестры, мы должны рассуждать и разуметь вот эту благость и благословение Господа, чтобы получить его, имея этот доступ. А говорит, а в ком нет этого? Может, мы много лет уже ходим в служение, много лет слушаем Слово Божье, но глаза наши закрыты. Слово Божье говорит, а в ком нет этого, который не прилагает эти усилия, не стремится, чтобы достигнуть Царствия Божьего, чтобы взять его, а чтобы взять Царство Божьего, надо усилие. А в ком нет этого, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Согрешил человек и забыл, повторил и забыл. И так продолжается жизнь. Может быть, когда-то вспомни, что-то недоброе сказал, прости, Господи, но в большинстве человек не заботится о спасении души, думая, что, может быть, так легко достанется Царствие Божье. Но Господь сегодня стучит в каждое сердце, в мое, в ваше, чтобы мы, рассуждая над Словом Божьим, прилагали свои старания и усилия, чтобы побеждать искушение, чтобы побеждать. А побеждающие им наследует жизнь вечную. Он победил, как и Христос. Но мы сами, живя в плоти, не в силе победить. Но Господь предлагает нам сегодня ко мне обратитесь. Я за этим всем. Моя победа, ваша победа. И если мы, братья и сестры, наши стремления, направим к нашему Господу и скажем, Господи, только с Тобою мы можем победить, Господь непременно даст нам этой силы, чтобы наступать на врага душ человеческих. Апостол Павел Петр в это же послание, в третьей главе говорит, это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и спасителя, преданную апостолами вашими. Братья и мои сестры, апостол Петр говорит, напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. И сегодня через проповедников, через хористов, через пророчества Господь напоминает нам, хотя мы и знаем это Писание и Слово Божие, но Он напоминает нам, чтобы мы не потеряли вечность. Чтобы мы не потеряли вечность. Потому что враг, он атакует, как я говорю, посылает новые искушения, а мы должны устоять в вере и остаться Ему верными. И в восьмом стишке этой главы, третий, он говорит так, одно только не должно быть сокрыто от вас возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Не исключает никого. Говорит, но чтобы все пришли к покаянию. То ли ты верующий, служишь Господу, то ли ты не познал Господа, все должны пришли к покаянию, осознать свою греховность, и если есть запинающий грех, то исповедать и покаяться. «Придет же день Господен как вор ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в котором воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». И Слово Божие обращается к нам. Итак, возлюбленные, ожидая этого, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш, Павел, под данной Ему премудрости написал вам. Вот ключевое слово, которое сегодня обращается к нам. Итак, возлюбленные, ожидая этого, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Дорогие мои братья и сестры, время приходит, Господь пришествия приближается и Слово Божие говорит, вот каковы мы должны быть и ожидать, чтобы не попасть под осуждение и долготерпение Господа мы должны почитать как во спасение душ наших. Господь дает нам время, время благоприятное. Мы сегодня, как можно так по-простому сказать, без всяких проблем имеем служение, ходим по этим Господним пажитям, питаемся самую лучшую пищу, никто нам не запрещает, дорогие мои братья и сестры, и вот за это благоприятное время, за этот день спасения, и за каждый последующий день, который мы имеем, нам придется дать отчет пред нашим Господом, и как хочется, чтобы сегодня сила Духа Святого потревожила каждое сердце, мое ваше, чтобы мы всегда проверяли жизнь свою, она может быть только сегодня, завтра моя нам не дана, а мы должны быть готовы пристать пред нашим Господом, мы должны быть уверены и, как можно сказать, на все сто процентов уверены в том, что когда прервется наша жизнь, жизнь наша будет с Господом, пусть Господь сегодня благословит нас, пусть в этой молитве мы воззовем к нашему Господу и скажем, Господи, благодарим Тебя за Твое долготерпение, благодарим Тебя, что Ты дал мне еще это время, этот день, чтобы я мог осмыслить жизнь свою, прийти к Тебе, попросить прощения и быть уверен, что Ты со мною, что Твоя ограда и защита, она окружает меня, и что сколько бы враг не старался похитить душу мою, я уверен, что Ты со мною, и Ты никогда не выпустишь меня из руки своей, пусть сегодня эта мысль, пусть сегодня Дух Святой скажет сердцу нашему, чтобы мы обратились к Господу и от всего сердца, от всей души сказали, таков, как есть, я прихожу к Тебе, Господи, но зждаюсь Твоей поддержки и помощи, мы склоним наши колена и поблагодарим Господа за это служение, аминь. Господи,